Девушки отдыхают В этом выпуске Филип Шьяб и команда CTIC одержали уверенную победу в гран-при Китая F1H2O Вейв Маскот на этапе в Стамбуле одержали четвертую победу подряд Титул чемпионов этого сезона у них практически в кармане Эксклюзивный репортаж Мишеля Дежуа с Лазурного побережья Об одной из самых сложных в истории Левуаль де Сент-Тропе Краткие новости от Чали с Попки Даниэль Санчес Вилория стал обладателем Кубка Охана Мана на Сардинии Русские оказались сильнее всех в Кашкайше Победителем этапа чемпионата мира RC44 стала Ника А также Алинги выигрывают этап в Марселе Но Перси и Аутер Ридж на борту Султаната Омана стали лучшими по итогам серии GC32 Новости спорта на Нотикл Ченнел всегда в курсе событий Для меня и моей команды это отличный день Идеальные выходные Пул позиция, победа в гонке Просто нет слов Победить в Китае невероятное чувство Это моя мечта, которая стала явью На прошлой неделе действующий чемпион мира Филипп Шьяп Одержал впечатляющую победу в гран-при Китая в Лю Джоу В гонке длиной 45 кругов и 90 морских миль Французский пилот удерживал лидерство на протяжении всей гонки Против соперников из 12 различных стран Команда CTIC Китай праздновала двойной успех Так как их второй пилот Зи Вейк Зонг занял в гонке второе место Третьим стал пилот команды Абудаби из Объединенных Арабских Эмиратов Тани Аль Камзи На данный момент отрыв Шьяпа от Шона Торрента из США в турнирной таблице составляет 55 очков На третьей строчке Юсеф Аль Рубаян из Кувейта Судьба чемпионата решится в ходе последних двух этапов сезона F1 H2O Вейв Маскот под руководством Ли Макмилана продолжили великолепный сезон в серии Extreme Sailing Очередной уверенной победой на этапе в Стамбуле Которая стала четвертой подряд в 2015 году В Босфоре амансам действительно не было равных В 31 гонке они 25 раз финишировали в первой тройке и 10 раз становились первыми Мы действительно очень рады победе в Стамбуле Кажется, до этого никто не выигрывал 4 этапа подряд Мы очень довольны, это фантастический результат Мы рады тому, как наша команда показала себя на этом этапе Это большое удовольствие Погода в Стамбуле в очередной раз оказалась невероятно хорошей Великолепный ветер, лучше для Extreme 40 и желать нельзя Фантастический этап С самого начала сезона Вейв сцепились с датчанами из SAP и австрийцами из Red Bull На этот раз Грэм Хансену и Костнеру не повезло А Хагаре и Штайнахеру пришлось столкнуться с настоящей катастрофой Когда их лодка лишилась мачты По итогам этого этапа Макмиллан оторвался от ближайших преследователей на 11 очков А значит, помешать аманцам завоевать титул чемпионов Может лишь полный провал в пенале, который пройдет в декабре в Сиднее У Амана есть еще один повод для радости Их вторая команда Аман Эйр стала в Стамбуле второй Смешав карты остальным претендентам на чемпионский титул Регату Лев Вальде Сент-Тропе 2015 Ее участники запомнят надолго Благодаря погодным условиям, которые, мягко говоря, были просто отвратительными С самого начала недели гонки проходили в зоне сильного циклона Принесшего с собой мощный восточный ветер и огромные резкие волны Худшую погоду для парусной регаты сложно себе представить Проливные дожди добавили головной боли организаторам Однако им все же удалось провести три регаты и дополнительные гонки, несмотря на непогоду Регата в Сент-Тропе, как всегда, стала настоящим шоу А в таких условиях особенно драматичным На старт вышли три сотни лодок Как классических, так и современных С четырьмя тысячами яхтсменов на борту Одними из самых заметных яхт-регаты стали 46-метровая «Галет Арик Елена» и «Спектр» Яхта Мани Фререса длиной 18,6 метра Связанная с продвижением нового фильма о Джеймсе Бонде Настоящей сенсацией стала победа «Рейнджера» Яхты класса «Джей» 1938 года постройки, недавно прошедшей реставрацию Для 36-метровой лодки возрастом несколько менее 100 лет — это потрясающий результат Среди современных лодок во втором классе победила французская «Балтик 50» «Мюзик» В третьем классе «Веспер» из США В классе «Волли» в напряженном финале 100-футовая «Y3K» все же обошла «Мэйджик Блю» Что касается классических лодок, на этот раз победителями стали «Мунбим-3» «Чинук» американского дизайнера Райхоффа 1916 года постройки В малом классе лучшей стала британская лодка дизайнера Уильяма Файфа «Терн» Очень красивая небольшая лодка В классе Маркони победа досталась знаменитому ветерану Кубка Америки Мауро Пелашьеру на Элеоноре Американцам на Нью-Йорк 50 Роди А также 12-метровой «Икра» под управлением Себастьяна де Стрэмо Который готовится к участию в очередной «Ванде Глоб» Победа в Сент-Тропе – хорошее начало подготовки к легендарной одиночной гонке Лучшие 46 каякеров мира вышли в открытое море неподалеку от Кальяри на Сардинии В рамках Кубка Оханамана Международной Федерации Каноэ По итогам напряженной гонки длиной в 26 километров победителем стал испанец Даниэль Санчес Вилория Пришедший на финиш всего через 1 час и 39 минут после старта Второе и третье место на подиуме досталось соответственно южноафриканцу Грэгу Лоуву и немцу Михаэлю Доблеру Хотя медалисты соревнований выступали на серфские, некоторые участники выбрали Каноэ с аутригером Маршрут гонки длиной в 14 морских миль протянулся между знаменитыми пляжами Поэто и Соланас Эти соревнования – последняя возможность для профессиональных каякеров потренироваться перед мировым чемпионатом по океанским гонкам Который пройдет на Таити Россиянам не было равных в чемпионате мира в классе RC-44, прошедшем в Кашкайше Все места на пьедестале почета заняли русские команды В условиях ветра силой в 20 узлов и двухметровых волн под конец регаты команды Ника, броненосец и череп соревновались между собой Оторвавшись от преследователей более чем на 20 очков Победа в этой регате была важна не только для владельца и рулевого Ники Владимира Просихина, но и для его новозеландской команды За тактику на борту отвечал легенда Кубка Америки Дин Баркер ЧРФ Игоря Лаха, ставший в итоге третьим, отстал от броненосца Владимира Любомирова всего на 1 очко Плотная борьба этих трех команд стала лишним доказательством того, что русские яхтсмены стали лучшими в гран-при крупных однокорпусников Этап чемпионата мира в классе RC44 позади Теперь команда ждет финал сезона 2015 года Кубок Virgin Gorda RC44, который пройдет на Карибах в конце ноября Выиграв пять гонок из десяти в ходе Marcel One Design, Morgan Larsen из США и швейцарская команда Алинги смогли победить в последнем этапе тура GC32 в прошлое воскресенье Однако этого оказалось недостаточно, чтобы помешать команде Султаната Амана с легендарными дебютантами на борту Иэном Перси и Нейтаном Аутер Риджем Конечно, было немного волнительно, в команде пять человек, плюс мы Безусловно, Ли и его команда отлично поработали, чтобы вывести Аман вперед, и нам не хотелось их подводить Благодаря ему нам нужно было всего лишь попасть в первую тройку Это удалось нам в первый же день, чему мы были очень рады В общем, мы старались изо всех сил выступить как можно лучше В Марселе одна из лучших акваторий для парусных гонок в мире На этот раз летающие катамараны ждали разнообразные условия От легкого ветра в начале регаты до шквалов силы в 42 узла в день финала Команда Яна Гишара с Пиндрифт весь сезон выступавшая очень хорошо заняла в итоге второе место Султанат Амана стал третьим Ну а для Ларсена и Берторелли победа в этом этапе имела горький привкус До чемпионства им не хватило всего одного очка Не пропустите очередной выпуск интервью недели Вас ждут самые интересные подробности с первого чемпионата мира по адаптивному серфингу Прошедшего в Калифорнии Невероятные истории спортсменов, которые навсегда изменят мир водного спорта Новости спорта на Нотикл Ченнел Всегда в курсе событий Новости спорта на Нотикл Ченнел Продолжение следует...